Здравствуйте, дорогие друзья. У нас 16 апреля на дворе. Сейчас по московскому времени 13.00, и мы начинаем очередной вебинар «Атало Преанру», вебинар-марафон. По четвергам мы в основном проводим наши вебинары именно в таком формате. Для посетителей, для наших зрителей, для аудитории. Перед нами выступают эксперты из разных стран, делятся своими впечатлениями. Вот один из экспертов сейчас уже прямо перед нами. Я с удовольствием представляю Наталью Цирру, эксперта из компании «Роула Руа» «Реал Эстейт» из Греции. Наталья, здравствуйте. Наталья, здравствуйте. Видите, слышите меня? Да, доброе утро. Я вас слышу прекрасно. Вижу вас. Я приветствую наших зрителей, наших слушателей и наших покупателей. Когда мы говорим о Греции, мы все слышим чудесные сертаки. Мы все воспринимаем эту страну как солнечную, позитивную, радостную. И вот это настроение я хочу передать всем нашим слушателям. Отлично. Но перед тем, как мы начнем передавать это настроение всем нашим слушателям, несколько объявлений традиционных, которые оптимально произнести именно сейчас, чтобы рассказать о том, как вообще сегодняшний день будет происходить. Сразу прошу прощения, мы долго пытались выстроить идеальную связь с Грецией. Получилось не стопроцентно, но насколько смогли. И, к сожалению, есть легкие трудности у нас. Я скажу о том, что сегодня у нас будет выступать 5 экспертов. После Натальи примерно в 13.30 мы перенесемся в Испанию и будем беседовать с Яном Вайнрухом, директором компании Allegria Real Estate. После 14.00 со Светланой Тимашовой, которая находится сейчас на Северном Кипре. Светлана – генеральный директор компании Red Kings. После 14.30 переносимся немножко западнее. Нина Четверикова, управляющая партнер компании Portugality из Португалии, расскажет нам о ситуации в этой стране. И после 15.00 моим собеседником будет генеральный директор компании Гарталы Чехии Ростислав Петченко. Соответственно, Ростислав единственный будет отдуваться сегодня за всю некурортную Европу. Тему нашу сегодня мы озаглавили как скидки, рассрочки спецпредложения, на что могут и на что не могут рассчитывать покупатели зарубежной недвижимости в ближайшие месяцы. Чат у нас работает, пожалуйста, задавайте вопросы. Сразу попрошу скинуть в чат информацию о том, какие ближайшие вебинары будут проходить у нас по завершении этого, ну, уже на следующей неделе на Прианру, чтобы вы могли сориентироваться, зарегистрироваться на те мероприятия, которые вам интересны. Ну, а теперь переходим, возвращаемся в Грецию. Еще разочек, я очень прошу прощения за вот именно сейчас здесь легкие проблемы с качеством звука. Надеюсь, сейчас мы в режиме онлайн всю эту историю исправим. Наташа, привет еще раз. Извини, что долгое вступление. Давай в двух словах о том, что у вас сейчас в Греции происходит. Когда я ехала сегодня на вашу встречу, для меня было удивительным фактом то, что я не встретила ни одного полицейского украины. Так это правда, мы находимся в режиме строжайшего карантина. Перед пасхальными праздниками нам объявило правительство о том, что будут еще более ужесточенные меры. Но это все делается для того, чтобы как можно скорее выйти из карантина и как можно скорее открыть наши границы для наших любимых покупателей. Итак, мы в карантине находимся практически 36 дней. Результаты показали, что правительство делало абсолютно правильные движения, абсолютно правильные меры были приняты. У нас был очень-очень негативный опыт со стороны нашей прекрасной соседки Италии. И когда мы увидели, что творится в стране, то, конечно же, весь народ воспринял то, что нам предлагалось правительством, как очень-очень серьезное предписание. Итак, мы сегодня не перешагнули большой рубеж из людей, которые были заражены коронавирусом. Греция на данный момент является одной из самых спокойных в этом вопросе стран. Ну, а остров Корфу, с которого я веду нашу встречу, является одним из островов, на котором буквально зафиксировано 3-4 случая заражения коронавирусом. Я попрошу тогда сейчас показать несколько фотографий, которые Наталья сделала для нас. И, соответственно, Наташа, тебя попрошу прокомментировать. Но ты сказала, что когда ты ехала по дороге в офис, никаких проблем, собственно, не было, потому что полицейские не встречали, и тебя никто не задерживал. Это общая такая тенденция? Ну, потому что я вижу, что действительно какие-то люди одиночные есть на площадях, но все это довольно сдержанно пока. Прокомментируй, пожалуйста. Сергей, ты абсолютно прав. Корфу – это не только Корфу, но и вся Греция – это страна, которая посещается миллионами туристов. Это страна… Наташа, чуть ближе к микрофону, капельку поближе к микрофону. Говорить можно покучше, но к микрофону поближе, чтобы звук был получше. И там Греция – это страна, которая обожаема всеми туристами со всего мира. Поэтому каждое лето, каждый сезон у нас кругает очень-очень много посетителей. Но сейчас вся страна замерла. Замерла только лишь потому, не только по предписанию правительства, но все греки хотят как можно скорее, чтобы ситуация с коронавирусом, с эпидемией и с карантином была прекращена. Поэтому четко все выполняют предписания нашего правительства. У нас запрещено свободное передвижение без каких-либо серьезных причин. Поэтому вот эти сегодняшние фотографии, они уникальны. Когда начался карантин, у нас не было ощущения паники. У нас был опыт из наших соседних стран. Мы понимали, что в первые дни у всех будет ощущение какого-то сюрреализма. Но постепенно мы поняли, что стоит лишь переждать, стоит лишь позаботиться о своих родных и близких, оставаясь дома. Поэтому все улицы пусты. Все магазины полностью оснащены всеми необходимыми товарами. У нас нет абсолютно ощущения, что мы находимся в какой-то изоляции продуктовой или изоляции информативной. Наоборот, когда мы приходим куда-либо, к нам большее внимание. Нам дают советы те же охранники супермаркетов. Подождите, заходите по очереди, не толпитесь. И вы знаете, люди показывают абсолютную гражданскую позицию, которая на настоящий момент поддерживает наше греческое правительство и греческие наши все меры по карантину. Наташа, когда ты говоришь о изменениях... Ну, то есть, понятно, магазины продовольственные работают, остальной рынок нет. Если мы говорим о рынке недвижимости и о конкретной работе агентства, насколько я понимаю, поскольку работает совершеннейший минимум, можно сказать, что греческий рынок недвижимости в настоящее время стоит. Так это или нет? Сказать о том, что греческий рынок стоит абсолютно на 100% я бы не могла. Почему? Потому что у нас начинается обычно сезон с началом всех чартерных рейсов. То есть, это конец марта месяца. До этого мы ведем работу с клиентами, мы ведем переписку, мы ведем работу по назначению встреч, чтобы можно было посмотреть недвижимость. И работа эта продолжается и в настоящее время. Я бы хотела отметить следующее. Наоборот, у людей появилось больше времени для того, чтобы посидеть, посмотреть, что предлагает каждая компания, выбрать, пообщаться с агентом в режиме онлайн, познакомиться с агентом. Есть ли необходимость что-то посмотреть дополнительно, или, может быть, какой-то данный объект устраивает клиента. И на сегодняшний момент работа идет вся онлайн. То есть, движение продолжается. Конечно, не то, что могло бы быть, это было бы неправда, если бы я сказала, что у нас тут все очень живенько. Нет. Конечно же, мы работаем в ритме всей планеты. Вся планета находится в состоянии замедленных кадров. И, естественно, все риелторские агентства Греции, которые, кстати, ушли с официальной работы только лишь с 1 апреля, правительство Греции нас поместило в список предприятий, которые должны быть закрыты, и предприятий, которые имеют возможность получить компенсацию за то, что мы не работаем. И вчера поступил первый взнос для тех работников офисов, которые были вынуждены уволены на период карантина. Скажи, пожалуйста, ну, с онлайн-работой ситуация более-менее понятна. Но, тем не менее, онлайном на протяжении долгого времени сыт не будешь. Значит, соответственно, есть какая-то история, есть какие-то прогнозы. Понятно, что говорить об этом пока рано, но есть ли конкретно в вашей работе увидел ли ты какие-нибудь, ну, такие моменты, когда продавцы или покупатели начали менять свои, ну, или запросы, или предложения? То есть или все-таки вот это такая апатия, и пока, в общем, ни те, ни другие не изменили своих пожеланий или предложений? Очень хороший вопрос. Продавцы и покупатели. Вы знаете, покупатели стали проявлять интерес к тем объектам, которые были для них недоступны до карантина. С каким прицелом? Можно ли снизить цену на эти объекты? Это первая позиция. Вторая позиция, когда к нам обращаются собственники недвижимости, они у нас консультируются, что нам делать, как нам себя вести в данной ситуации, будет ли сезон продаж, не будет ли сезона продаж. То есть две стороны сейчас находятся в такой своеобразной ситуации ожидания. И если продавцы не знают пока, что им делать, потому что очень много лет греческая экономика была в глубоком кризисе, и цены поднялись за последние годы, и продавцы просто счастливы, потому что они фактически могут получить хорошую цену за свою недвижимость, то покупатели сегодня стали более избирательными. Они стали более внимательными к тем горячим предложениям, которые появляются на рынке нашей недвижимости. Но все равно, давай вот если конкретитируем, когда ты говоришь о том, что недвижимость Греции, то есть рынок недвижимости Греции стал выходить из кризиса, это действительно правда, но это речь только последних двух лет, значит, после 2018 года. И, безусловно, за эти два года, ну, в прошлом году рынок в зависимости от региона вырос, по-моему, от 5 до 11 процентов в цене, это 2019 год данный, средний показатель 8 процентов по рынку. Что мы имеем? Вот сейчас советуешь ли ты продавцам снижать цену или нет? Или, ну, поскольку все-таки одна цена оттолкнулись не так давно, можно особо и не спешить? Да, Филипп, ты абсолютно прав. Греция почти 12 лет находилась в глубоком кризисе. Если мы посмотрим статистические данные, то Греция заняла первое место среди стран, которые снижали свои цены на недвижимость. Мы рассматриваем период с 2007 года по 2018 год. В Греции цены на недвижимость снизились на 35 процентов. То есть это был обвал рынка недвижимости. На сегодняшний день, на 2020 год, мы можем сказать следующее. Цены повысились на 8 процентов. Это прошлый год. За 2019 год 8 процентов. И первые показатели 2020 года также показывали самые радужные прогнозы о том, что цены на недвижимость будут расти. А сейчас? Но сейчас ситуация выжидания. То есть те люди, которые хотят продать, на данный момент они цены свои не поменяли. Они не снизили цены. Почему? Я считаю, что человек продает недвижимость тогда, когда у него есть действительно финансовые проблемы. Или у него есть обязательства по кредитам, или у него есть какие-то личные на это мотивы. Поскольку вот в последний год греки очень прекрасно вошли в рынок краткосрочной аренды, то есть это аренда по дням на платформах Airbnb, Booking и других платформах, они поняли, что их недвижимость имеет очень хороший спрос. Поэтому покупая недвижимость, они эти цены для себя на данный момент пытают, вернее, простите, я хочу оговориться, греки начали покупать недвижимость. То есть они поняли, что можно на недвижимости заработать. И на сегодняшний день, поскольку произошло полное замораживание рынка краткосрочной аренды, и никто не знает, когда этот рынок будет освобожден от этих карантинных пут, то все сейчас находятся в состоянии, я жду, что же будет дальше. Но прогнозы наших аналитиков говорят нам о том, что после снятия карантинных мер, а мы ожидаем снятия этих мер в самое ближайшее время, резкого спада цен на греческую недвижимость не будет. Скажи, пожалуйста, можно ли ожидать, если мы говорим, что резкого спада не будет? Дно было в 2018 году. 2018 год, если покопаюсь в памяти, мне кажется, средний рост, ну, понятно, что средняя температура по больнице, к ней всегда надо относиться осторожно, но тем не менее. Средний рост на греческую недвижимость в 2018 году был чуть меньше 2%, ну, около полутора, или чуть от одного до двух. Плюс, ну, 8% с небольшим в прошлом году. Это 10%. Можно ли ожидать, что, ну, раз вот было вот это дно, и оно в 2018, и оно было тоже следствием определенного кризиса, то, ну, вот это дно, оно некоторым образом естественное, что, ну, там снижение будет, но вот до какого-то, ну, совсем минимума оно упадет только в том случае, если это минимум как раз минус 10-15% от текущей ситуации. И больше ты ждать не можешь, потому что, ну, и так было все плохо-плохо по другим причинам, потом стало чуть лучше, ну, и вот назад чуть-чуть откатимся, и все. Можно ли делать такой вывод, предположение, по крайней мере? Филипп, ты знаешь, такой сценарий проговаривается только в том случае, если карантинные меры не будут сняты в течение двух-трех месяцев. Вот такой сценарий. То есть, когда полностью будет потерян весь туристический сезон, когда полностью все те собственники недвижимости, которые купили жилье для сдачи в краткосрочную аренду, тоже не смогут отработать сезон, вот в таком случае мы можем говорить о том, что ближе к зиме, может быть, скатывание цен на греческую недвижимость будет вниз. На данный момент, после 36 дней карантина, мы сказать о том, что мы будем скатываться на дно, конечно же, не можем. Никто не является сегодня, скажем так, провидцем тех цен, которые будут, но вот на данный момент, на сегодняшний день, на 16 апреля, я хочу сказать, что у нас достаточно заявок на объекты недвижимости, у нас назначено достаточно встреч и в онлайне, и в реальности, это уже сентябрьские встречи, то есть люди не знают, когда будут открыты границы. То есть тот интерес, который был, он продолжает оставаться на уровне тех старых цен, которые были. Окей, тогда скажи, вот меня не слышно, действительно ли не слышно или вроде слышно? Надеюсь, что все-таки немножко слышно. Тата, очень надеюсь, что сейчас вы меня услышите, буду говорить чуть-чуть погромче. Скажи, Наташа, ты обратила внимание, что к вам обращаются продавцы с советом, что им делать. Вот тогда скажи, что ты им советуешь. Посидите, подождите, не снижайте. И те, кто сейчас продает, они, ну, у них же есть тоже какие-то проблемы, если людям нужны деньги, спрос естественным образом снизился. Можно ли ожидать все-таки некоего значительного, ну, там, большего, чем, скажем, полгода назад, год назад, появления на рынке сверхвыгодных предложений от тех людей, которые, ну, вынуждены сейчас продавать? Что ты говоришь тем людям, которые говорят, мне надо продать, что мне делать? Смотрите, Греция – страна, которая зависит полностью от туристического бизнеса. Это первое. Прогнозы на этот сезон по туристическому бизнесу следующие. Фактически 70% всех апартаментов, отелей, семейных апарт-отелей, квартир Airbnb будут в полусостоянии деятельности. Так вот, если человек звонит и спрашивает, мне надо сейчас продать квартиру, что мне делать? Все зависит от того, насколько плоха его сегодняшняя финансовая ситуация. Если у человека кредит, если у человека нет работы, потому что он задействован в туристическом бизнесе, а ему нужно жить и кормить свою семью и платить свои обязательства налоговые и всяческие другие, естественно, этот человек будет более, я бы сказала, эластичен для горячего предложения. То есть конкретный пример каждого собственника рассматривается нами, как говорится, face to face. Сейчас, скажи, появились ли за последние месяц-два, даже не месяц-два, за последние 36 дней собственники, которые сказали, хочу продать как можно быстрее, давайте снижать, мне нужны хоть какие-то деньги. Был хоть один такой пример у вас? Нет, такого примера у нас не было. У ваших коллег, с кем вы общались, у кого-то другого? Вы знаете, когда начался кризис, правительство сразу объявило о том, что будут меры по поддержке всех тех граждан, которые пострадали в результате вот этого коронавируса. И действительно мы видим, что государство берет на себя обязательства по снижению арендной платы. То есть арендодатели платят сейчас 60% из 100, это первое. Второе. Люди получают финансовую помощь за то, что не могут сейчас трудиться, это второе. Третье. Те, кто не начал свою туристическую деятельность как сезонные рабочие, они получили два месяца пролонгации для того, чтобы получить пособие по безработице. То есть на данный момент с марта по май месяц, пока люди себя чувствуют надежно. Что будет потом, это вопрос уже, как говорится, к финансистам, аналитикам. И очень фраза правильная, которая может все охарактеризовать, время покажет. Хорошо. Ну, безусловно, время покажет, это можно, знаешь, там любую новость сейчас так и заглавить. Там, безусловно, мы не очень представляем, как будет дальше. Но все равно, какую стратегию тогда выбрать покупателям? Ведь, насколько я понимаю, сейчас в Греции совершить сделку, даже уже начатую, практически невозможно. Я знаю примеры, когда люди убирают свои депозиты, то есть не депозиты, убирают свои там задавки, забирают их себе в расчете на то, что, ну, или цена снизится, или у них просто цель меняется. Они понимают, что вот история с краткосрочной арендой сейчас не работает и работать не будет. Какой твой совет тогда покупателям можно дать сейчас? Подождать и сколько подождать? Филипп, ты знаешь, совет покупателям, что в кризис всегда есть те возможности, которых никогда не может быть во время обычной рабочей ситуации. Эти возможности рассматриваются индивидуально. То есть, когда появляется горячее предложение, это предложение должно быть тут же использовано. Эти предложения появятся, я уверена. Они появятся, но они появятся чуть позже. На данный момент, пока собственники не способны ни снизить цены, ни дать прогнозы, насколько долго это будет, это будет ситуация продолжаться. Но вы знаете, прости, я маленькую сделаю добавочку. У нас очень радужные перспективы на то, что Греция в середине мая выйдет из карантина. Об этом заявляет и правительство. И пока мы видим все статистические данные наших врачей, и вчерашнее заявление нашего премьер-министра говорит о том, что Греция прошла пик эпидемии. В принципе, у нас эпидемии этой и не было, потому что 2150 заболевших от коронавируса, это не является показателем эпидемии. Поэтому, вот видя эти данные, собственники надеются на то, что ситуация вновь вернется на свои старые позиции и будет точно такой же интерес, который был в начале года и в конце 2019 года. Окей, хорошо. Значит, пока говорить о скидках не приходится. Ждем месяц, полтора-два, когда рынок некоторым образом начнет функционировать, потому что сейчас с точки зрения предложения и спроса все параметры являются по сути неизвестными. Абсолютно согласна. Предложения существуют, они, которые, предложения, которые были, они продолжают существовать. Я думаю, что появятся новые предложения, интересные. У нас очень-очень было много заявок на отельный бизнес, на аренду отельного бизнеса. И фактически мы не могли ничего предложить, потому что отельный бизнес процветает. Тебя стало чуть хуже слышно, тебя стало чуть хуже слышно, а до этого было хорошо. Хорошо, прошу. Вот так хорошо. Я думаю, что появятся новые предложения, во-первых, от отельеров, потому что люди имеют финансовые обязательства перед государством. Будет больше предложений по сдаче в долгосрочную аренду. У нас было очень много заявок в 2019 году. Люди хотели арендовать отели на долгий срок. В Греции это 10 лет, долгосрочная аренда, чтобы организовать свой маленький семейный бизнес. И мы не могли ничего особо предложить, потому что сами отельеры обслуживали свои предприятия, свои гостиницы. На сегодняшний день, я думаю, что таких предложений появится больше. Почему? Потому что вот эта большая пауза может привести к тому, что люди просто-напросто перестанут очень активно путешествовать, и отельеры станут более сговорчивыми и станут предлагать свои гостиницы по более приятным ценам и в большем количестве. И тогда... Да, пожалуйста, продолжай. Второй вариант, который может появиться на рынке недвижимости, это квартиры, которые купили для туристических платформ Airbnb, то есть для краткосрочной аренды. У нас есть целый список клиентов, которые хотели бы приобрести квартиры, но их просто не было на рынке недвижимости. Их просто не было, потому что был такой огромный спрос на вот эти квартиры со стороны туристов, приезжающих в страну, что люди брали любой уголок, любую ветхую лачугу, ее ремонтировали и выпускали на туристическую платформу для того, чтобы эта недвижимость работала. Так вот, если затянется этот кризис, то, конечно же, на рынке появится очень много интересных предложений. Окей. Ну и тогда все-таки уточнение. Понятное дело, что этот сезон в значительной степени может быть уже потерян. Ну, или называется цифра 70%. Вот действительно аналитики говорят о том, что на 70% туристический рынок просядет, то есть доходы от туризма в стране упадут. Можно ли тогда ожидать все-таки, извините, какими задачами, какими соображениями должен руководствоваться тот, кто сейчас будет покупать такой объект, который конкретно в этом году прибыли не принес? Потому что если он в этом году прибыли не принес, ну, наверное, дальше ситуация изменится, но зачем тогда продавать? А если ситуация изменится незначительно, то не показала ли текущая ситуация, что вообще рынок аренды, особенно краткосрочный, вот настолько в нынешней мировой обстановке ненадежен? И не получится ли так, что, в принципе, весь рынок аренды будет сильно реструктурирован, что, несомненно, на рынке недвижимости Греции скажется? Конечно. То, что сейчас произошло, для многих это было очень неприятным сюрпризом, потому что все свято верили в краткосрочную аренду. Я не думаю, что только греки в это верили, но это верила весь земный шар, вся планета. Потому что это было выгодно, удобно, это было экономически приятно. И вот сейчас ситуация показала, что все-таки, может быть, стоит обратить внимание на долгосрочную аренду. И это будет сделано, это уже происходит, потому что люди понимают, они потеряли свой сезон, непонятно, будет ли сезон, зима, лето 2021 года. И они начинают полностью переформатировать свое понимание работы с недвижимостью, и эти свои объекты ставят на долгосрочную аренду. С одной стороны, это те, у кого есть финансовые возможности. Те, у кого таких возможностей нет, те, кто купил эти квартиры на кредиты, или взяли деньги в долг, или планировали заработать на этой квартире и отбить свои необходимые расходы. Вот эти люди, которые находятся в шаткой экономической зоне, они будут выставлять квартиры на продажу, и с каждым таким собственником будет идти индивидуальная работа по установлению той цены, которая будет приятна именно покупателю. Окей. Ну и тогда, наверное, последний вопрос, который я хотел бы задать. Вот выбор покупателя. Безусловно, говорят, что покупать надо на спаде. Спад мы имеем. Интерес всегда, собственно, в первую очередь немецкие компании об этом говорили, и сейчас они, ну, по крайней мере, могут радостно говорить о том, что, ребята, долгосрочная аренда – это не то, что краткосрочная. Это очень здорово, это очень надежно. О каких объектах сейчас можно говорить? Что это должен быть за объект, если мы говорим, допустим, о том же Корфу, который, ну, в принципе, мог быть интересен и краткосрочно, и долгосрочно. Ведь все-таки Корфу – это курорт. Здесь нет такой промышленности, чтобы люди просто, ну, приезжали, там, и сотрудники какого-то завода снимали, арендовали жилье. Здесь история совершенно иная. Что это должен быть за объект, чтобы ты мог в крайнем случае всегда решить свой вопрос долгосрочно, то есть отдав его в долгую аренду? На том же Корфу, что я должен купить, чтобы кто-то захотел у меня себя-то снять на год, на два, на три? Вы знаете, Корфу – удивительный остров, который привлекает не только туристов из-за рубежа, но и туристов, которые находятся внутри страны. Это и греческий туризм, это и православный туризм, поскольку у нас на Корфу находится наш покровитель Святой Спиридон. У нас огромное количество и монастырей, и церквей, и люди, которые приезжают сюда, они хотят быть у нас на острове. И у нас не хватает недвижимости для того, чтобы заселить всех желающих. Но это краткосрочно, Наташа. Это краткосрочно. А если мы про долгий срок говорим? Про долгий срок мы можем говорить, опять-таки, для домов, для квартир, для тех людей, которые будут приезжать на остров для учебы, потому что у нас на острове есть университет, где могут учиться иностранцы из всех стран. Это долгосрочная аренда. У нас есть долгосрочные обязательства людей, которые работают на острове. То есть это врачи, которые приезжают для работы в нашей больнице. Это учителя, которые приезжают для работы в наших школах. То есть недвижимость на Корфу, она всегда ликвидна. Она всегда будет в цене и в большом спросе. Какая? Тогда вопрос, какая? Собственно, об этом я и спрашивал. Вот представляешь, я сейчас выбираю объект. Но согласись, все равно есть объект, который, основная его ценность, она в том, что он на берегу моря. Если я врач, если я учитель, я не буду за это переплачивать. Мне это не нужно. Корфу – это не Афины, и уж тем более там не крупный, ну, и столица Корфу, да? Вот что я должен выбрать, чтобы иметь в любой момент возможность этот объект сдать в долгую? Или, по крайней мере, конкурировать на этом рынке? Какое-нибудь предложение? Отлично. Это квартиры, которые находятся внутри города Корфу. Это недвижимость, которая находится на расстоянии примерно 10 километров от центра. Потому что это то, что может всегда связывать тебя с аэродромом. Это может связывать тебя с международным портом. И в любом случае эта недвижимость всегда интересна для тех, кто находится здесь и зимой, и летом. То есть это студенты, это врачи, это доктора, это специалисты, это инженеры, то есть те, кто работает на острове. Если мы говорим о тех, кто хочет приехать на Корфу и снимать дом на год, на два, на три, это могут быть и пенсионеры, которые хотят жить в экологически идеальном климате. В климате, который подходит идеально для всех тех, кто имеет какие-то заболевания легочные, потому что остров покрыт кипарисами, оливками, много зелени и так далее. То есть это могут быть пенсионеры, это могут быть молодые семьи, которые растят своих детей и хотят их растить в экологически чистых, теплых условиях, в безопасной атмосфере. Окей. Ну и тогда, Наташа, самый последний вопрос. Просто из Фейсбука наш зритель задал его. Но все-таки границы, Греция, в самой Греции все может быть более-менее ничего. И слава богу, мы безумно рады, что в такой замечательной стране нет особых проблем с коронавирусом, будь он не ладен. Но из-за границы в любом случае на ближайшие месяцы не приедут люди. Мы это уже, даже находясь в России, понимаем. То есть не будет такого, что сейчас в мае границы откроют. На что сейчас тогда надеются собственники? Как ты эту себе ситуацию видишь? Ну и параллельно я попрошу контакты компании. Рула, 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 кстати, небольшая ремарочка. Рула – это Спиридула. У нас на острове все фактически имеют имя нашего покровителя святого Спиридона. Поэтому Спиридула и Спиридон – это одно из самых частых имен. Поэтому глава нашей компании Спиридула, Рула, она как раз имеет имя в честь нашего покровителя. Так вот, Рула, 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 Реал Эстейт, какие дают прогнозы? И что думают собственники о том, что сейчас происходит? Вы знаете, все собственники греческие живут надеждой на то, что ситуация не поменяется, и ситуация будет такая же стабильная и на подъеме. Но мое личное мнение, если границы будут закрыты до июля месяца или до августа месяца, то собственник, конечно же, станет более сговорчивым. Это односторожно. Ну и все, еще все-таки один вопрос. Отвечай, пожалуйста. Зарезервировать объект сейчас можно? Как это сделать? Это сделать можно очень просто. Мы проводим онлайн-показ. Мы едем на объект. То есть у нас все проходит в живом режиме. Это первое. Второе. Мы заключаем предварительный договор. Мы устанавливаем цену, устраивающую обе стороны. Мы переправляем через банк депозит в размере 10% на счет нашей компании. И объект снимается с продажи. В любом случае, оформление всей греческой недвижимости не происходит через неделю или через месяц. Любой контракт оформляется в течение двух-трех месяцев. Поэтому, если мы сегодня выбираем объект, мы можем его спокойно оформить нотариально и стать собственниками нашего чудесного греческого дома через 2-2,5-3 месяца. То есть это нормальные сроки, которые, в принципе, нас не выбивают из графика оформления договоров. Отлично. Дорогие друзья, Наталья Цирырова, ведущий русскоязычный специалист. Термин-то какой замечательный. Компания Rolla-Rowa, Real Estate, Греция. Наташа, спасибо тебе огромное. Дай бог, чтобы в Греции и во всем мире было так, как в Греции с точки зрения эпидемиологической ситуации. Спасибо тебе огромное за беседу, спасибо огромное за рассказ, сил, здоровья и до скорой встречи в Греции или у нас в России. Филипп, я благодарю тебя, благодарю наших зрителей. Поздравляю всех православных с наступающей Пасхой, всех наших клиентов-католиков с прошедшей Пасхой. И, конечно же, я очень хочу вас всех увидеть в нашей чудесной, солнечной, гостеприимной стране. Греция – это Греция, это уникальная страна, которая обнимает весь мир. До свидания.